И всем привет, ребят! С вами Мастер Ванька, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему уже новому корпусу Paladin. Сегодня у нас пятница. Появился у нас наконец-таки этот замечательный корпус в гараже за кристаллы. Сегодня вместе с вами мы его приобретаем, прокачиваем и отправляемся тестировать в матчмейкинговый бой. Где-то, наверное, месяца полтора уже прошло с того момента, как у нас вышел этот корпус на основные сервера. Тогда я на своем специальном аккаунте тестировал этот корпус. Но с того времени уже произошли определенные изменения и связаны они немножко в худшую сторону для этого корпуса. Поэтому сегодня будет очень интересно посмотреть, насколько сильно он изменился и все так же нагибает ли он. Я более чем уверен, что этот корпус максимально саппорта помогающий и будет очень интересно смотреться даже в ДМке. Поэтому давайте приступать. Ну и спасибо огромное, что поддержали вчерашний видос, на котором я сказал, чтобы у нас набралось 150 лайков, дабы мы приобрели паладина. Поэтому у нас лайки набрались. Паладинчик появился и мы быстро начинаем его прокачку. Покупаем и начинаем улучшать. МК-2, МК-3, МК-4, МК-5, МК-6, МК-7. И улучшаем по Бурику, по Шурику. Закрываем глаза и летим на гусях. Гуси, 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 гуси. Бах! Пуловый. Пуловый, друзья мои хорошие. Пуловый. Паладинниус. Берем к нему одну из самых жестких пушек. А именно Теслу. Ну и отправляемся тестировать. Я думаю, что в принципе, наверное, одного боя на этой комбине будет достаточно. Интересно смотрится? Вот так вот. Интересно или не очень? Ну, пойдет, пойдет. Я думаю, что одной каточки на этой комбине будет достаточно. У меня уже даже целых два иммунитета есть. На эту комбинацию возьмем иммунитет от подавления. Ну и пойдем тестировать демочку. Сегодня у нас наконец-то появилась демка. Последние три дня. Миссии. Ой, 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 ой. Надо было супермиссии открыть, чтобы пошли заданки. Ай, ну ладно, уже ничего страшного. Потом открою, выполню. Остались три дня. Конфеточек. Надо, ребята, постараться дойти до кризиса. Я очень сильно хотел бы его бы увидеть. Ну а сейчас... Сейчас, сейчас. У нас две минуты до конца боя. Ладно, тогда уж перепикнем. Сейчас нам надо вместе с вами протестировать. Протестировать этот замечательный корпус. Что у меня здесь по заданиям? Задания у меня такие себе, если честно. О, одну хорошо сменил заданку. Так, забрать приз. Ну и вот заданки у нас тоже, да, все появились матчмейкинговые. Давайте запикаемся в демочку. Но я хочу просто посмотреть в деме, сколько можно киллов дать на этой торпеде. И нам было бы неплохо, наверное, другой дрон взять. О, кстати, сразу дрончик. Еще и бустера посмотрим заодно, да? Ну, это как уже мимолетно. По бустеру, я думаю, что отдельный будет видос. Ну так, чисто интересно. Как он будет работать. Так, у нас голд. Сразу голд. Сразу где-то голд. Сразу у нас где-то голдик. А где у нас голдик? Я что-то не вижу. А, вон там вот падает, да? Там у нас что-то падает. Так. Что мы делаем? Мы заряжаем такую торпеду. От этой торпеды начинаем отыгрывать. И начинаем потиху кукурузить. Что-то у меня танки лагают или что? Или это танки у всех так лагают сильно? Скорее всего у всех так лагают. Потому что вряд ли это у меня такие лаги. А что с танками? Что с этой игрой? У меня что-то пинг. А, у меня пинг большой, да. Может, это и у меня подлагивает так сильно? Что-то как-то... Что-то как-то непонятное что-то. Что-то непонятное. Так, какие-то лаги. Какие-то лаги жесткие. Жесткие лаги. Деловая кукуруза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пингач что-то прыгает. Что-то кукурузит меня вообще жестко. Бабки летят какие-то. Так, я думаю, что, наверное, молодые люди... Сейчас я пойду по Шурику. Посмотрю, что у меня с интернет-соединением. И мы вместе с вами продолжим. Поэтому это что-то не то. Так, молодые люди. Мы возвращаемся. Надеюсь, что все пофиксилось. Я тут быстро перезагрузился, обновился. Мне кажется, сейчас уже не должно быть никаких у нас флагов. Я очень сильно на это надеюсь. Поэтому запикиваемся в каточку. Новый бой. Это у нас... Карта, которая называется... Как? 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 Баба-руйск. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, начинаем суетить, ребяточки. Начинаем суетить. Смотреть, что у нас будет здесь получаться на Теслочке. Летим, летим, кукурузим. Пробуем. Делаем какие-то замечательные движения. Опа! У нас Мишанечка запикался. Он на Изиде суетит. Он здесь суетит на Крусейдера. Ой, Крусейдера говорю. На Паладина. Изиде. Ну, вот и заодно сейчас проверим, насколько Тесла хуже или сильнее Паладина. За исключением того, что я не могу, кстати, переодеться. Было бы неплохо, наверное, даже на электропушечке погонять. Но электропушки у меня возможности взять уже нету никакой. Поэтому мы уже попробуем на Паладина Теслочке. Но здесь самое главное для меня хотелось бы посмотреть, каково оно будет работать с непосредственно овердрайвом. То есть, что можно будет с овердрайвом творить. Будет оно жестко наваливать с овером или же не будет. Этот момент мне очень интересен. Поэтому пробуем, смотрим. Наваливаем. Пока что вроде довольно неплохо получается. Пока что довольно неплохо. Моя тарелка кукурузит. По картам у нас добавили 3 ДМ-карты. Это Бобруйск. Это Трибьют. И это Молотов. То есть, все, по сути, 3 карты отлично подходят для ДМ-очки. И интересно будут там смотреться. Поэтому посмотрим, что по итогу у нас получится. Посмотрим, сколько я голдиков смогу накукурузить. Если получится поймать неплохое количество за эти 3 дня и дойти до кризиса. Это будет очень хороший результат. Вот эти вот сами шарики, я думаю, что по большей части стоит пускать, наверное, на голдах. Да, вот сейчас у нас будет голд. Можно будет попробовать его прожать, чтобы унести молодых нагибаторов. Так, вот так вот мы, наверное, сделаем. И пока у нас накукурузит этот шар. Будет он кукурузить? Не будет? Будет, будет. Мишаня голдоловым стал сразу профессиональным. Пусть забирает. Так, у меня появился овердрайв. Но мне прожали здесь тоже быстро-воллер. Ладно, окей. Забудем, забудем этот момент. Так, 12 минут. 12 минут до конца. Пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем что-то суетить. Давайте овердрайв прожимаем. Ну и смотрим, как уничтожать эту тарелку. 30 секунд работает овердрайв. Овердрайв работает плюс хп. Плюс защита от критических уронов. И что у нас еще добавляется? Хп тиммейтам? Ну, хп тиммейтам здесь у нас в ДМке так не работает. Поэтому, наверное, это все плюсы. Ну, самое жесткое это то, что работает овердр 30 секунд. То есть, если бы он работал бы меньше, то, может быть, было бы попроще, знаете, поконтрить. А так ты как включаешь эту жесткую торпеду, так у тебя все. Ты просто сидишь на габельной, пауешь типов и кайфуешь. Так, вот овердрайв на центре падает. Мне бы вот этот овер, если честно, было бы вообще неплохо. Можно было бы нормально так похавать. Так, давайте попробуем слить вот этих двух молодых людей. Шаром можно, конечно, здесь пользоваться тоже в моменте. Но шар больше работает с электропушкой. Здесь этот шар на голдах только, если так с адреналинчиком запустил. Торпеду контентовую. И начинаешь что-то, что-то суетить. Мы тут, по сути, наверное, смешание вдвоем сейчас будем килы все набивать. Ну и заодно вот посмотрим, кто себя лучше показывает. Крусейдер. Ой, Крусейдер, говорю. На паладине Изида или на паладине все-таки Теслачка. Кто-то там тоже еще килы делает. Кстати, по бустеру скажу, что вроде как нормально. Я что-то как-то особо сильно и не заметил. Никаких плохих моментов с ним. Вроде как хорошо даже себя чувствует. В полном порядке. Я особо сильно и не вижу. Ни таких минусов никаких. Ох, вот эта Тесла, конечно, жесткая. Дала мне пробить. Еще и поджог мне кто-то оформил контентовый. Жестко, жестко, жестко. Жестко. Так, ну и овердрайв копится у нас, если я не ошибаюсь, примерно столько же, сколько на Крусейдере, да? То есть работа примерно одинаковая. На нулях, конечно, с адреналином паладинчик дает прям очень жестко. Очень плотно. Очень с кайфом. 28 киллов. Хорошо идем. Хорошо идем. Хорошо идем. За 5 минут 30-ка. Грубо говоря, при том раскладе, что у нас еще и в бою имеются те ребята, которые тоже играют на килы. Так, и у нас где-то золотой ящик. Так, и падает еще овердрайв. В центре. Было бы неплохо, наверное, сделать вот так. Сделать вот так. Забрать еще один овер. И где-то гол. О, гол у нас снизу на кукурузе. На кукурузе гол. Шар. Оп. Кил. Раз. Два. Еще, еще, еще. Что-то, что-то надо накукурузить. Накукурузить. Надо что-то накукурузить. Да, я забыл, кстати, сказать еще то, что противнику дается подавление и дается пробитие. А эти моменты тоже нужно не забывать. Помимо того, что у тебя ХП и защита от критического урона, у тебя еще и нанос противнику подавление. И нанос пробитие. Эти моменты тоже очень жестко, сильно могут зарешать. Например, противник не сможет прожать овердрайв. Ну и вот так вот просто ты его начинаешь тоже жестко, плотненько ваншотать. Поэтому как-то, 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 как-то так. Как-то так. Как-то так. 38 килов. Хорошо ее. Хорошо кукурузим. Неплохо. 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 Ну, как вы видите, Изида себя тоже очень хорошо показывает. У Мишани тоже все скиллами в полном порядке. То есть примерно, значит, что Тесла, что Изида на одном уровне. И это даже при том раскладе. Ну, хотя не, ладно. Не буду говорить, что там есть резисты. Эти два резают. В принципе, ничего такого. Ничего такого страшного нету в этом. Так, пробуем давать киллы. Пробуем киллы. Пробуем киллы делать. Изида, единственный плюс это то, что там в моменте есть самохил. За счет этого самохила тоже может что-то, что-то зарешать. Так, ну у нас два голда падает. Два голда. Смотрим, что у нас там в голдах. Молодые люди прыгают просто за тысячами. Получается, да? Куряжига здесь уносит. В моменте... Ой, контейнер! Контейнер! Мишани там отжали контейнер. Ё-моё. Не повезло. Не повезло, не фартануло, получается. Не повезло. Так, ну что. Миночка там сработала моя, да, контентовая. Вот этого, кстати. Я переигрываю, наверное, на Хантере или не переигрываю? Моментик мне тоже интересен. Насколько жестко могу я его перестрелять или не могу. Тантера-теслочку. Так, ну пока 47 киллов. Неплохо, неплохо. Хорошая работа у нас, в принципе, идёт. Если здесь где-то дойти до 70-80 киллов, я считаю, что это будет очень даже успешная тема. Но у нас ещё, как минимум, сейчас один овердрайв будет. Успеваю я тут кого-то закукурудить. Так. Такой шарик можно пустить. Неплохой. Контентовый. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, накукурузил я в ямочку. Боже ты мой. Чуть-чуть улетел мой корпус. Ну, это как всегда, в принципе. На то я и мистер минус. Так, 50 килов, 50 килов, изида, мешанина идет так же само, в принципе, так, прожмем овер, так, чтобы жизнь малиной не казалась молодым людям, возьмем такую кукурузку, так, посмотрим, что тут, а, пробития нету, пробития нету, ну тогда ладно, тогда не будем. И с одного тика тоже сливает теслочку, теслочкой вернее сливает легкий корпус, это жестко, это очень жестко, с этим самым, с кризисом интересно, как это будет работать, с кризисом, мне кажется, еще жестче, с кризисом там вообще с кайфом можно залетать. Так, вот этот овердрайв неплохая тема, это нам надо, это нам пригодится, так, начинаем хавать, здесь бы знать, где еще респов побольше, я бы вообще хотел бы чисто респ ловить контентовый, ой, вот этого, блин, пассажирчика не успел схавать, я бы хотел бы вообще респ ловить контентовый, мне кажется, если респ тут ловить в тайминг, то можно вообще неплохо. Кукурузить в праге, там где-то что-то шары какие-то летят, я даже не могу понять, если честно, чей не, где мой шар, где не мой шар, 56 килов, 55, у Миши уже 60, изида начинает уходить в отрыв, у изидочки начинают еще жестче килы появляться, это жестко, это жестко, это жестко, это жестко, наверное, надо больше ловить тайминг на голде, мне кажется, что на голде. Тесла должна давать больше килов, Тесла должна побольше давать килочков, ой, контейнер там летит, офигеть, но здесь какие-то точки такие, не совсем мясные, я бы сказал, здесь как-то тяжеловато вот это, в такую жесткую, знаете, мясорубку попасть, здесь как-то более такая карта, где на голдах рубочки как таковой нету, а где голд вообще? Где у нас голд? Взял золотой ящик, а где он его взял? Я даже не понял, если честно, где он его забрать мог? Где голд на карте падает, а? Скажите мне, пожалуйста. Я вот что-то не понял. Где он там упал, этот голд? Замечательный. Так, вот этого мы заберем. Пассажира. Хорошо. Овердрайв на центре, у меня 60%, овер пригодится. А, Мишаня прожимает? Ну ладно, окей. Окай. Хорошо. Так, пробуем здесь накукурузить кого-то. Э, Мишаню хавы. Ладно, развернемся-то. Развернемся чуть в другую сторону. Ну и зитка, вы видите, насколько жестко наваливает. Контенту, контенту дает. Так, голд. Голд! Вообще тут на трех типов мы идем все киллы. Голд хорошая позиция. И... Ой-ой-ой. Блин, ну Тесла, ну зараза. Если бы сейчас не Тесла, можно было бы неплохо там накукурузить. Можно было бы очень неплохо там киллы накукурузить. Вот так, что-то, 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 что-то. Что-то не пошло. Так, давайте. Ставим. Хорошо. Встал. Еще пассажира. Уносим пассажира сюда. Так. Вон там есть молодой человек. Идем сюда. Да, молодой человек. Идем сюда. Так, у меня есть овердрайв. Жмем царделю овердрайвовую. Так. И начинаем киллы суетить. Киллы, киллы, киллы. Сюда, 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 сюда. Подъехал. Сюда, пассажир! Сюда! 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 Сюда, еще сюда. Так, надо контентовую дать. Хорошая миночка кританула. Так, вот эту еще. Вот этого типочка бы забрать. Ай, не успел. Так, ну что, у меня 73, у Мишани 79. Ну, плюс-минус, наверное, одно и то же. Но, видите, иди до себя хорошо показывает. даже поинтереснее, чем Тесла. Но, может быть, с электропушкой было бы получше? Я, конечно, не тестировал, я не знаю. Я просто выбрал адреналинчик посмотреть. Так, чисто. Но, я думаю, что на электропушечке мы еще тоже потестим, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, успел. О, видите, мне никакой эффект не нанесся. А, ну да, у меня же защита на этом паладинчике. Блин, нормальная тема, кстати, когда у тебя такая есть защитка. Вот этого тоже молодого забрали. Так, ДДшечку. Хорошо. И еще кукурузим, кукурузим, кукурузим. А, кстати, здесь же это, в ДМке тоже нету этих пяти или скольки там секунд без урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, контейнер, 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 коктейнер, 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 Давай-давай-давай-давай-давай На кукурузу, на кукурузу Есть же коктейнер Есть же, супер Бомбочка, плюс коктейнер Вот это я прям в тайминг залетел Конечно, с кайфом С контентом Это мы удачно заехали Это прям сюда Это прям сюда, очень неплохо Очень-очень-очень Неплохо, хороший тайминг Под коктейнер Блин, это вообще шикарно Даже на этой тарелочке Тайминг забрал Коктейнер, ну и второе место За мешание я тут расположился Разница 4 кила У Изиды с Теслой Неплохо, неплохо, в отличную каточку попались Я вам скажу так Корпус, блин, бомбический Мне нравится Вот поэтому, ребят, если вы сейчас сидите и думаете Брать мне паладина или не брать Я вам скажу, берите, обязательно Возьмите Кайфаните Понаваливайте И я думаю, что вы кайфанете Нерв его однозначно будет Однозначно будет Но когда он будет Никто не знает Да, то есть Может быть неделя Может две пройдет Может месяц пройдет Но взять Кайфануть Понагибать Оно Того Точно Стоит Я считаю Что этот корпус В матчмейкинге Будет показывать Сейчас Очень жесткий результат Прямо очень жесткий Поэтому Это ваш выбор Но я бы на вашем месте бы Точно бы Купил Поддерживайте видос лайком Подписывайтесь Друзья на канал Если еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать Новые видеорелики Но у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok